Всем привет! С вами Юлия Лысенко. Мы находимся на съемках видеоклипа Виктории Дайнека. Поехали! Сегодня в программе. Виктория Дайнека открыла тайну своих сексуальных предпочтений. Я хочу, чтобы была хоть какая-то интрига, вот. Потому что если мы покажем вам сразу все, то будет неинтересно уже смотреть клип. Латекс и плетки стали новыми друзьями певицы. А также чем Викторию Дайнека так привлек татуированный британец. Признаюсь честно, Виктория Дайнека ассоциируется лично у меня со скромной девочкой в белом платьице, поющей всем известную Лейлу на сцене Олимпийского на концерте «Фабрики звезд». Став победительницей на тот момент главного музыкального конкурса страны, скромная Вика из мирного города Мирный, наверное, и подумать бы не могла, что жизнь ее так круто изменится. Пусть все, которые слышали голос Виктории Дайнека, стремятся именно к этому, к этой планке, высокой планке. Пусть твои глаза сверкают, так же, как и на фабрике, долгую-долгую жизнь, как два якутских алмаза. Пусть твой голос приносит людям радость, как он приносил все эти месяцы, все эти дни. Получив наставление от самой Примадонны российской поп-сцены, Виктория Дайнека стала покорять столицу. Когда пойму все по глазам, когда прочту все по губам. После окончания телепроекта с певицей начал серьезную работу Игорь Матвиенко. Моя. 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 Дебютный клип молодой артистки на песне Лейла был снят в 2005 году в теплом Таиланде. Это пока стартап, я бы так сказал. Начало. Ну а сейчас 2014-й. И за эти 10 лет певческой карьеры Вика успела повзрослеть, превратившись из скромного 17-летнего якутского алмаза в ограненный бриллиант. Украсив с собой огромное количество обложек мужских журналов, Вика четко дала понять всем, а девочка-то созрела. А сердечко бьется, бьется не спеша, а сердечко хочет, хочет лишь тебя. Переуплотившись из романтичной девочки в дерзкую и беспощадную особу, Виктория Дайнека улетела в дождливый Лондон искать вдохновения. Именно на территории Туманного Альбиона певица записала свою вторую пластинку. Одной из многочисленных композиций, вошедших в альбом, стала песня «Бей себя», на которую Вика сегодня и снимает клип. Режиссером видео и автором сценария стал давний знакомый артистки Марат Адельшин, с которым Вика снимала ее самый первый видеоклип «Снилось мне». Снилось мне, мы были одни, Снилось мне, что газы огни над землей. Вместе мы снимаем уже, не знаю, который по счету клип. Я знаю, что Марат снимал мой самый первый клип «Снилось мне», когда мне было еще 17 лет. Это был проект «Фабрика Звезд 5». У нас такая добрая традиция работать вместе. У нас, мне кажется, уже такая целая отличная съемочная команда. Мы все очень друг друга хорошо знаем, все очень друг друга любим, чувствуем и понимаем, поэтому работает здесь одно удовольствие. Его работами в своем музыкальном архиве могут также похвастаться, ну, например, группа «Градусы», Маша Новикова, Стас Пьеха, диджей Смэш, Влад Соколовский. И даже Алла Борисовна позволила Адельшину разглядеть ее под объективом его камеры. Будь или не будь, делай же что-нибудь, будь или не будь, будь или не будь. Специально для съемок клипа Виктория Дайнека пригласила британскую модель Стивена Джеймса. Как вы познакомились с главным героем? Как часто происходит это в обычное время, увидела его фотографии в Инстаграм. Но так как я часто бываю в Лондоне, нам удалось познакомиться лично. Джеймс, кстати говоря, является лицом и телом многих рекламных кампаний. В одной из последних он снимался вместе с Ириной Шейк. Ну а сейчас на ее месте Вика. Что ж поделаешь, приглянулись парню наши девчонки. Стивен, расскажи о своей роли в клипе. Я играю парня, который не может определиться между Викторией и Валерией, эдакий любовный треугольник. А что вообще в целом ты можешь сказать о творчестве Вики? Мне очень нравится. У нее классная музыка, потрясающие клипы и суперкоманда. Во время съемок на площадке было довольно спокойно, но несмотря на драки, конечно. Дело в том, что на главную роль своей соперницы по сюжету Вика пригласила подругу Валерию Кожевникову. Почему именно ты стала участницей съемок? Ну мы с Викой дружим и решили сделать совместную работу вместе. То есть она тебя по хорошей дружбе пригласила сняться, дебютировать в клипе? Ну можно так сказать, да. Тебе нравится? Очень. И кстати, дабы ни в коем случае не покалечить во время съемок «Звездного мальчика», все трюки выполнялись дублерами-каскадерами. Дай себя, дай себя, по памяти опять, и пойми, что я уже тебе не дам спать. Я никогда в жизни не ощущала себя такой, что я не дам. Камера. Ди, ты прям в блатнике не приходи. Эм, дэкшн. Стоп. Кул. Very cool. Дай себя по мыслям, что и силы. И помни, как любила я тебя. Ну а как дело дошло до постельной сцены? Смотрите-ка сами, он тут как тут. Вот они, тяжелые трудовые будни модели. Ну конечно, все самое интересное происходит именно там, на втором этаже, где сейчас играет главная роль Виктория Дайнека и ее супер-мега-талантливая модель из Лондона. Но нас сюда, к сожалению, не пускают, потому что сцена очень интимная. Сегодня было слишком много запретов. Конечно же, журналистов не пускали посмотреть, как снимается сцена. Постельная сцена, самое интересное, что всех волнует. Но нам удалось узнать многое. А прямо сейчас смотрите, что из всего этого получилось. Новый видеоклип Виктории Дайнека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова